Привет, меня зовут Наталья Храмова, это значит, что вы смотрите Портфель Гуру. Сейчас расскажу, куда вкладывает деньги одна из крупнейших в мире инвест-компаний Carlyle Group. Да-да, это тот самый фонд, при названии которого вспоминаются Буши и Бен Ладен. Но прежде чем мы начнем, поставьте лайк этому ролику, если вдруг, ну мало ли, вы еще не подписаны на наш YouTube-канал РБК Инвестиции, срочно подписывайтесь. У нас очень интересно, свежая аналитика и разборы каждый день. Вот что Carlyle пишет о себе. Основанная в 1987-м в Вашингтоне, округ Колумбия, наша команда сегодня состоит из почти 1800 профессионалов, работающих в 27 офисах на пяти континентах. Очень внушительно, но на сайте компании не упоминается о весьма тесной связи с американскими властями. Партнеры-основатели, а это были Уильям Конвой, Дэниел Даниэлла и Дэвид Рубинштейн, назвали фирму в честь отеля Carlyle в Нью-Йорке. Рубинштейн, юрист из Вашингтона, тогда работал в администрации 39-го президента США Джимми Картера. С 1992 по 2003 инвестфонд возглавлял бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи. В разное время в Карлайл работали оба президента Буша, старший и младший. И даже Джером Пауэлл, нынешний глава ФРС, тоже связан с Карлайл. Пауэлл республиканец и был высокопоставленным чиновником казначейства при Джордже Буше, а позже стал партнером Карлайл Групп. Американские СМИ писали, что у инвесткомпании были деловые отношения с семьей Усамы Бен Ладена, что те вкладывали миллионы в фонд, и что 11 сентября утром Шафик Бен Ладен, один из братьев Усамы, был в Вашингтоне на ежегодной конференции инвесторов Карлайл Групп. Эта связь легла пятном на репутацию компании, но как бы то ни было, на протяжении десятилетий Карлайл Групп сохраняет лидирующие позиции в мире инвестиций. По состоянию на 30 июня 2021 года Карлайл управляет активами на 276 миллиардов долларов. Как я уже говорила, у них 27 офисов в Азии, Австралии, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке. Обыкновенные акции самой Карлайл Групп торгуются на бирже Nasdaq под тикером CG с мая 2012. Карлайл Групп специализируется на прямых инвестициях и частном кредитовании. Под управлением Карлайл активов на 276 миллиардов долларов, всего около 15 из них – это инвестиции в публичные компании. Такова информация о комиссии по ценным бумагам США. Структура инвестпортфеля Карлайл выглядит следующим образом. На первом месте с огромной долей информационной технологии. Затем медицина, товары первой необходимости, нефть и газ. Всего в портфеле бумаги 10 компаний. Вы их видите сейчас на экране. Во втором квартале Карлайл Групп полностью продала акции двух компаний. Physician Realty Trust и Liberty Oil Field Services. Сегодня мы рассмотрим топ-5 вложений. И обратите внимание, в отличие от многих других фондов, здесь нет Microsoft, Apple или Amazon. На первом месте Zoom Info Technologies. Не путать с Zoom, по которому мы с вами на планерке ходим. У Zoom Video тикер ZM, а у этого ZI. Zoom вообще страдает от своей популярности. Есть парочка историй, когда инвесторы сильно не разобрались, что они покупают, и вместо одного Zoom купили другой. Мы на тему невнимательности и глупейших ошибок инвесторов на бирже делали целый выпуск. Ссылку оставлю внизу. Посмотрите, чтобы не повторять. Но давайте вернемся к Zoom Info Technologies. Это американская компания, которая появилась после слияния Discover.org и Zoom Information. С 2018-го миноритарная доля Discover.org принадлежала компании Карлайл. IPO, объединенное Zoom Info Technologies, успешно прошло в июне 2020-го, став одним из крупнейших в том году. Компания привлекла миллиард долларов, а в первый день торгов ее акции выросли на 60%. В результате полученных инвестиций активы компании оценивались в 15 миллиардов долларов. Как вы видите на графике, за минувший год, с 18 сентября, бумаги выросли почти на 105%. Zoom Info – это платформа бизнес-аналитики, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях, маркетологам, рекрутерам и специалистам по продажам. Zoom Info описывает себя как аналитическую платформу для маркетинговых команд. В начале сентября Zoom Info объявила о первых интеграциях с сервисом распознавания речи Horus. Клиенты смогут записывать, расшифровывать и анализировать звонки и пользоваться функцией дозвона. Абсолютное большинство аналитиков, опрошенных рефинитетов, советуют акции Zoom Info покупать. Исходя из целевой цены, доход на 1000 долларов вложений за год может составить 95 долларов. Все началось с зеленой аптеки Эрнста Шеринга в Берлине в 1851. 20 лет спустя практичный немец преобразовал свою фирму в химзавод. В конце 1970-х, после многочисленных слияний и поглощений, появился АТОТЕК. Но в своем нынешнем виде компания родилась лишь в 1993-м, после еще парочки крупных слияний. АТОТЕК постоянно расширяет свое присутствие не только в Европе, но и в Азии. Есть у них и свой завод в России, в Москве. У АТОТЕК химическое производство. Они разрабатывают различные оборудования для декоративных и функциональных покрытий, а также занимаются печатными платами и полупроводниками. АТОТЕК – относительный новичок на бирже. IPO состоялось 4 февраля 2021 года на Нью-Йоркской фондовой бирже по тикерам ATC. По данным Well Wisdom, акции немецкой АТОТЕК Carlyle Group купила тогда же, в первом квартале этого года. И сейчас в портфеле корпорации больше 150 миллионов бумаг немца. С момента размещения бумаги прибавили 40,5%. Эксперты пока советуют акции химгиганта держать, но если все же вложить сейчас в бумаги АТОТЕК 1000 долларов, то за год прибыль может составить 78 долларов. Напоминаю вам, что прежде чем инвестировать внимательно, изучайте компанию. Опираться только на таргеты и прогнозы аналитиков чревато ошибками и потерями. На третьем месте нашего топа – Орто-Клиникал Диагностикс. Это американский биотехнологический холдинг с давней историей. Компания появилась еще до Второй мировой как подразделение Johnson & Johnson. Но в 2014-м Carlyle Group выкупила Орто у Johnson & Johnson за 4 миллиарда 150 миллионов долларов. Орто разрабатывает инновационные инструменты для клиника лабораторных исследований, в том числе химических, иммунологических, молекулярных и микробиологических, в частности, речь об исследованиях крови. Продукция Орто поступает почти в 130 стран мира. Компания ориентируется на развивающиеся рынки. IPO состоялась в конце января этого года. За 10 месяцев акции прибавили около 4,5% от цены размещения. При этом аналитики, опрошенный рефинитив, видят у компании большие перспективы. Все единогласно советуют покупать акции. Прибыль на 1000 долларов инвестиций за год может превысить 500 долларов. ППД Pharmaceutical Product Development – это контрактная исследовательская организация, которая занимается поддержкой фармацевтических компаний и биотехов на аутсорсе, то есть обеспечивая для них разработку, коммерциализацию, доклинические, клинические исследования, надзоры и т.д. Первое публичное размещение произошло в феврале 2020 на бирже Nasdaq. В апреле 2021 года была новость о том, что Thermo Fisher Scientific покупает компанию PPD по 40,5 долларов за акцию при общей цене покупки наличными в размере 17,5 млрд долларов. Сделку планируют закрыть до конца этого года. С прошлого сентября акции компании выросли на 38%, но прогнозы аналитиков опрошенных рефинитив не очень оптимистичны. Вы видите, консенсус-прогноз на 1000 долларов вложений за год можно заработать 11 долларов. One Life Healthcare работает под брендом One Medical – это сеть клиник, которая появилась в 2007 году. One Medical оказывает первичную медико-санитарную помощь на основе членства и все очень гордятся своим безупречным цифровым сервисом. Получить доступ к услугам можно через мобильное приложение, голосовое, текстовый или видеочат. В 2018-м Carlyle Group инвестировал в компанию 350 млн долларов. В начале прошлого года One Medical начала торговаться на фондовой бирже Nasdaq. В начале сентября стало известно, что One Life Healthcare завершила приобретение компании Ayora Health. Акционеры последней получили больше 56 млн акций One Life Healthcare на 2,1 млрд долларов. Акции One Life Healthcare с сентября прошлого года снизились в цене на 12%. Опрошенные рефинитив-аналитики советуют бумаги бренда покупать, и из-за этого высказались 12 из 14 экспертов. По предварительным прогнозам, доход на 1000 долларов инвестиций за год может составить 686 долларов. Итого, потенциальная доходность пяти компаний при инвестициях в акции – 1397 долларов. А если положить 5000 на валютный вклад в банк, то при такой вот ставке проценты составят около 27 долларов. Это вклад с капитализацией процентов, но без возможности его пополнить. Напоминаю вам, что эксперты могут пересматривать прогнозы, и никто не гарантирует, что они сбудутся. Что касается нового выпуска программы «Нужна ваша помощь». Под последним видео было много предложений, и в частности, нас попросили разобрать Израиля Ингландера, Стива Коина и Питера Линча. Все инвесторы, безусловно, интересны, но Линч уже давно не руководит фондами, поэтому давайте выберем для следующего обзора Ингландера или Коина. Напишите в комментариях, пожалуйста, кого вы хотите больше, и, конечно, предлагайте и другие варианты. Мы рады вашим идеям. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин